Какие разности между необязательными соседними и квадратами здесь бывают? Если вы посмотрите сначала разности между соседними, это будет число 3, 5, 7, 9, 11. Закономерность поняли? Да. Какая закономерность? Когда берешь n плюс 1, возбудишь в квадрат и вычитаешь n в квадрат, получаешь 2n плюс 1. Господа, мы доказали важный забавный факт, важный третий задач. Любое нечетное число раз в квадрат. Давайте для тех, кто не знает алкогрические формулы, я нарисую картинку. Хотя, если честно, она у меня уже нарисована. Просто надо здесь вместо 17 поставить любое число n, а вместо y подставить n плюс 1. Вот у нас есть квадрат размером n плюс 1 на n плюс 1. В нем есть вот эти вот n-клеточки, да еще одна, да еще n. Все, формула виск. Теперь давайте будем смотреть на разности не соседних, а через 1. Итак, здесь разность чему равна? 8. 8. Здесь? 12. Здесь? 16. 16. Здесь? 20. 20. А идея замечательная. Оказывается, если вы возьмете разность n плюс 1 в квадрате и n минус 1 в квадрате, то это будет 4n. Опять-таки, это очень легко увидеть на картинке, причем на самом деле на той же самой. Смотрите, что такое n минус 1 в квадрате. Надо еще каемку отрезать, вот мы раньше отрезали только сверху и справа, а надо теперь отрезать снизу и слева. Тогда в центре получается квадрат размером n минус 1 на n минус 1, а весь квадрат размером n плюс 1 на n плюс 1. Отлично. Почему каемка будет из 4 n клеток, тоже понятно. Потому что, смотрите, вот такой вот прямоугольник, всего-то клеток была n плюс 1, а вот такой вот прямоугольник ровно n клеток. Вот такой вот тоже, вся без ант, тоже n клеток. Такой вот n клеток. И, наконец, вот такой тоже n клеток. Все. Получается, дали 4 палочки в каждой по n клетке. 4n, отлично. То есть, делящиеся на 4, это разности квадратов. Нечетные числа, вот по этой форме, это разности квадратов. Ребята, а вот дальше потрясающая вещь. У нас остались какие числа, которые не делятся на 4 и которые при этом не являются нечетными. Не являются нечетными, то есть, какие, то есть, четные. У нас остались числа, которые четные, но при этом не делятся на 4. Это числа такого вида. 4m плюс 2. То есть, это двойка, шестерка. Ну, смотрите, двойка может быть разностью? Не может. Шестерка может быть разностью? Нет. Не может. Десятка тоже, ребята. Все они не являются разностью. Это можно по-разному объяснять. Можно говорить про остатки от деления 4 у квадрата. А можно так. Давайте, поскольку эту форму мы сегодня уже доказали. Посмотрите-ка сюда. Представьте, что вместо числа 35 сюда пойдет 4m плюс 2. Смотрите тогда. Это число четное. Это число четное. Значит, один из этих множителей должен быть четным. Но если какой-то множитель четный, то x и y либо оба четные, либо оба нечетные. Значит, второй множитель тоже будет четным. Здесь идея такая. Эти два множителя отличаются на 2x. Здесь просто x плюсов, а здесь минус. А если числа отличаются на 2x, то они либо оба четные, либо оба нечетные. Если они оба нечетные, то произведение нечетное. Так у нас нельзя. У нас 4 плюс 20. Если они оба четные, то произведение будет делиться нечетным. Таким образом, на самом деле, вместо числа 35 в задаче можно было поставить любое нечетное число. И можно было поставить любое число, делящееся на 4. И тогда количество вариантов вычисляется, вот, разлагая на множители и решая систему объяснять вот этот движение. А никакие другие числа, то есть числа вида 4m плюс 2, не бывают разностями квадратных.